видите вот вот игрушка как я понимаю вот яма это очень важно сейчас поймете почему значит сделал наклон земли с холмика в канаву и сеянцы поперли в роста файл можно получить по ссылке т т т если заметили на данном плане я теперь все свои саженцы так делаю эффект повторяется всегда небольшой холмик на который посажен саженцы и канава или яма возит саженцы яма дает осушительный эффект дождливую погоду вот здесь надо поставить три восклицательных знаков а дождей очень много вся вода уходит от корневой шейки в яму к самим корням летом при необходимости поливаю саженец в эту яму так вот тут я не согласен но это уже может быть даже не главное что именно яму поливать корневая шейка остается сухой это хорошо я еще допускаю что полностью участок оборудовать так чтобы всегда вот это вот там под небом вертушка нет или там эта улитка которая разбрызгивает не везде возможно так так что это компромисс будем говорить поливаю саженец в яму корневой шейка остается сухой я еще думаю что через эту яму корням поступает необходимый воздух совершенно верно но лучше всего воздух поступает при этом насыщается воздухом он еще есть это с колодца он еще успевает даже нагреваться вот эти микро каплики воды при воздушном вот тогда они максимально убирают себе кислород воздуха так хотя он тоже прав еще я думаю когда в земле много влаги воздух плохо проникает к корням и корни преют совершенно верно а яма дает возможность корням дышать причем столько сколько они сами хотят обрастая корнями землю возле ямы в моем сыром климате это хорошее спасение кстати я покупаю либо с южной стороны либо западной земля под наклоном хорошо прогревается низким весенним солнцем ну и вот как я смог сфотографировать вот саженец видимо это небольшой холм а вот это яма вот есть тут маленечко как сказать маленько что я скажу вот смотрите получается мы с вами недалеко друг от друга у меня правда была другая проблема когда я догадался до яма проблема другая у вас и высокий холм а мне еще хуже письма и звонки что делать когда я раньше был более популярны мне хватало несколько газет журналов которые мне печатали довольно регулярно например 10 лет в каждом номере это было два журнала себе две газеты и вот и письма пошли потоком и звонки панические они это все садили вот так многие сами видели что дерево гниет многих даже господи да что же я натворил то а некоторые посадили год назад и лихорадочно прочитав мою статью пересаживали хуже было с теми у кого двухлетний саженец ну пока растет нормально а вот когда они быстро начинают из-за ямы загибаться люди причину не знали а тут вон оказывается в чем дело я в яму посадил трехлетки пятилетки очень мне пятилетний саженец да вижу что все вижу уже что основание уже штампа уже лохмотями вот ниже горизонта да штамп лохмотями все сам вижу как не спасти вот а ты ему пять лет а он уже два с половиной метра как его пересадишь на холм а до двухлетки спасали пересаживали по моему совету и вот тогда я уже в отчаянии говорю давайте делайте так хуже уже не будет пересаживать поздно а вот дальше цитирую себя отступаете один метр копайте яму глубиной полметра и из этой ямы проводите канаву чтоб она еще и ниже вниз шла то есть уже яма есть и канава вниз и для чего я делаю написал задание это оценка чтобы не забыть я попрошу оценка он у меня уже это ну как бы помощник на все руки вот чтобы он это изобразил виде схемы то есть автор них сейчас сейчас миллионы десятки миллионов посаживаю я вы знаете прекрасно и те кто нам противостоит их сильно много вот все равно научили губить и вот она то есть он не должен нарисовать схемы я вот так попрошу посмотреть этот фильм как бы даю ему тех заданий дальше яма нарисована наша почва и вот эта канава вот таким наклоном чтобы еще я вам было ниже но метре а здесь единственное что я поздравляю что оказывается такой вариант замечательный он как бы схож с моим вариантом ну человек самостоятельно до этого до все дошел потому что у него свои соображения улица молодец вот если что вот эта яма вот у нас без снежной зимы бывали вот мороз вот тут может мороз сюда попасть корнем вот тут вот вы чем может быть то может быть вот только вот это вот небольшое так как сказать возражение вот вот это я уже я забыл какую тему еще хотел поднять ну ладно вот потом вспомню здесь смотрите так это упала моя слева так это упала моя моя мой абрикос кстати манжурский фотография популярные это сам если алексей виноградов присутствует подтвердить он нашел несколько сайтов которые и украли прямо смысл вот окажется с такой фотографии чуть не упала ясно почему урожай сильно большой смотрим дальше я просто отвечаю сразу детским людям вот мне прислали фотографии что делать как чудил уже понятно что так уж сложилось да вот судя по всему это слева возможно даже не привитая возможно в общем как скорее всего в центральном природнику хана штамбу так нет я догадываюсь что у человека было вот столько снега а то что я называю коррозия дерева есть коррозия металлов а я придумал коррозию этих штамбу вот скорее всего они корродируют или на границе земля-воздух или на границе воздух-воздух-снег так это всегда так там где граница сред там всегда максимальное действие скорее всего вот это погубило ее чтобы так снегу было ну что я могу человеку посоветовать во первых я таких случаях штамб отрезаю только если он засох ну есть вспоминайте долматово вспоминайте его лак да сделал бы ну я просто объясняю всем потому что я таких фотографий получаю пачками вот наверное бы лаком долматово замазал в крайнем случае может быть даже садовым варом вот если до конца бы он у меня таких пару случаев было если до конца бы он погиб я бы там выше бы еще отрезал вот это сделал бы центральным штамбом то есть нет не так палкой опорой а вот этому подогнул сюда на своих примерах покажу в другой раз так и дальше пусть себя растет то есть не вот здесь бы рано делал не здесь бы а как можно выше но есть шанс что тут что-нибудь еще проявится и вот эта часть еще не безнадежно посмотрим вот я просто почему говорю потому что при прочих равных условиях выжила боковая ветка она находится в более комфортном положении еще раз говорю опомните вспомните этих феев вспомните этих самых их огромное количество даже фильм про мичурина создавали то штамп этот нарисовать вот это вот не лишняя ветка не убирайте и не делайте голый штамп который становится стал как бы вот тут не понимая совершенно что дерево живет по своим законам на кой черт ну мы же там с ранами такой вот ветка выросла вот она выросла вот и надо было это все она выросла оставьте его покое вас 10 пальцев вы же их не режете вот еще пример а вот это не все про этот пример я говорил вот пусть это мой сад я не делал здесь этот самый штамп ему это не в не моих интересах он сам делался но ураган и ветер он упал сломался уже полозношения было зато а прививки было две два сорта на двой ну вторая приземистая смотрим дальше вот это пусть для самых северных районов и для самых как бы их назвать для самых ветреных районов я ни разу так не делал никогда я просто сказал вера ну-ка попозируй улыбнись вот а я сфотографирую и для учебного снимка хотя сам так никогда не делал а там вы знаете как специально пришпиливает раньше заплодоносит все под снегом да для еще более северных район вот это вот позирует мой сын артем так теперь я показываю на примере черешни черешни это одна из моих первых она не хотела расти замерзает сразу вот не важно было 32 35 38 40 вот это старые старые опыты мои значит я для чего этот снег использовал она жива но представим себе что она где-то на какой-то своей исторической родине растет никому не мешает может расти до высоты 10 мы на черешнях на украине мальчишки сидели на боковых ветках и еле-еле-еле-еле огромные трехэтажные деревья вот а это для чего пример если проходит допустим климат меняется я просто объясняю саму как я понимаете саму агротехнику природную климат меняется ставим пришли холода начинает отмерзать смотришь боковые ветки целы вот да да дало семена опять выросли опять отмерзла боковые ветки целы почему ниже уровня снега так прошло тысячи лет пять тысяч лет миллион лет и что мы имеем мы имеем куст так нет а куст какой вспоминаем что у нас куста образно песчаная вишня войлочная вишня степная вишня так нет вот вот так и прошло разделение и не вздумайте никогда степная вишня войлочная вишня песчаная вишня штамп им делать теперь после моих слов вы этого делать не будете и наоборот даже это роскошь вспоминайте эту самую господи фамилию уже я ее уже затрепал эту фамилию из брянска вот с ее книгой с ее этими дебильными схемами где надо штамп сделать потом первый ярус отрезать все лишние ветки да на кольцо изувечивать эту бедную черешню вот он на самом деле как все идем дальше вот здесь вот здесь у меня это моя 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 слива вот смотрите видите она здорова темно-зеленого цвета значит совершенно здорово вот здесь она отмерзла здесь второй ярус был ну что извините испытание продолжается вот ей форму кустовидную сама природа создала я не причем вот ну допустим была осень да это фотография сделал где-то в середине июня значит она уже была и скелет был так вот просто последнего вот этого года я что она была вот такая где-то метр полтора я должен был все эти ветки отрезать как еще убеждать я бы их отрезал всех сейчас где было бы дерево не было бы даже снег бы не спас потому что под снегом веток нет над снегом вот это центральный проводник замерз это у меня а мне бог послал у меня редко так бывает вот еще одна учебная фотография так вот но это фотография постарше вот это я взял прекрасно саженец вот этот саженец я подарил своим друзьям в селке сезая он вырос он давал сумасшедший урожай сейчас не знаю вот давно не видел но начало было такое я сам своими руками этот саженец прекрасный вот здесь отрезал для того что придать им вот такую форму все больше его не надо бояться ураганных ветров вот а учился я на своих ошибках вот таких вот мне не надо было никаких учебников мне прикали даже почему классика мечтать я срендера читал только дровой даже не буду все таки 200-100 лет как живых нету вот почему же я даже не стал самое главное было значит чтобы не чужой ум никак не помутил мой разум посмотрите сказать вам за сколько времени выросло вот это все сказать этому саженцу и вот этому вот видите им примерно по три-четыре месяца а для чего я вам это покажу а это к тому же не вздумайте делать штамп ну глупость но они же все плодоносит давно и этот плодоносит давно не делайте штамп не занимайтесь дурью как вас учат вот это мой призыв и второе а как он умудрился за один неполный год дать вот такую крону уже получит 22 а тут друзья мои наверное на следующем как мне время позволить желание настроение я познакомлюсь с одним мировым открытием скромно но со вкусом вот еще одно мировое открытие кажется из двух путей что такое вегетативная георганизация вот две научные школы уничтожили друг друга так уничтожили чтоб пришли посредственности власти и с тех пор садоводство замерло а точнее умерло вот остальное видимо кстати вот таки сейчас я сюда я когда проглядывал сейчас телезону когда смотреть этот самый яндекс да и там ну ну и друг раз бросил глаза против руководителей оренбургской или курганской короче там филиал института вот это московского соцселекции руководство вот это уральского именно отделение значит возявили уголовные дела разворован фонд в котором должны были там же ученые это же институт это селекция это вам не это не гасово где только испытания идут тупые вот два руководителя будут судить десятки эпизодов значит короче вместо того чтобы ученые получали во а теперь подумайте как какое может быть это открытие вот когда им зарплаты толком не платили там столько всего набралось короче 2012 года 8 лет они обворовались родной институт ну то есть мертвые души зарплату карман мертвые души а реальная работа вот а я еще думаю а вот знаете как я вот такую разницу хвалил там самые наши мозги помните то это самое опять же допустим Сергеева там Латинкова там этого Долматова там наши главные мозги кто бы их привлек а рядом же получается так кто бы с ними бы это а что там говорить я представляю ученые без гроша жалко это в кармане хвай грустная тема вот еще пример просто в моем саду удачи сниму мне в голову не прошло отрезать чтобы пригодится вот вот это двухметровый как это двухметровый два с половиной метра да знаете где я его отрезал оставлять так не стал вот все что я ему оставил вот так чик не нету он правда сейчас быстро пошел вот эту снимку уже месяц назад сделал догоняет но уже в качестве куста я вынужден это делать вынужден оставь так он вот отсюда пойдет второй ярус а потом ветром шабет да и все прививка она слабенько держится раз прививка вот то есть я специально делаю эту самую форму вот кустовидную а потом вот смотрите теперь она это уже лучше защищает ну а там тот упрек что весной и осенью ну что ты поделаешь видите все в мире относительно дерево должно прожить сколько там лет двадцать может пятьдесят вот и будет более влажный климат меньше проживет именно потому что весной и осенью листьев на нем нет защитить штамп от дождя некому вот поэтому они не вечные но они те которые в суровом климате они хитрые яблони сливы вишни нехитрые там даже вода вот так вот будет там все равно не успеет сдохнуть упоет вот так и расползаться будет горизонтально тем более каждая вылившая из земли корневой отводок это часть дерева это не сажение и оно делает дерево вечно здорово вот есть недостаток вот а мы еще будем с вами изучать эти опять возвращаться к этим вишням потому что опять грустные письма вишни гибнут что делать вот а я задаю вопрос там делали делали режете каждую весну вот а потом еще сами знаете я снял вот эти слова даже не ожидал сам говорю да у нас их полно они вот так вот расползаются вот расползлись а они все родственники и начинается вот два это мои слова вот дерево пусть оно погибет не погибло два отводка меня видно нет это все надо превращать в схему ну не последний год живет вот два отводка один попал сюда один попал сюда оба оба дожили до цветения и опылили инцест сам себя вот а мне потом говорят этот человек мне сказал что мы все корни я думал они выращивают скотчика как я там какой там они говорят прет вот так вот ну я как-то был в одном саду так мне надо было несколько подвоев чтобы быстренько привитные черники писали а я это специально не выращивал тогда я только экспериментировал ну дальше и дальше ну пошел дальше на завод поехал работать еще в то время зашел человеку а он запустил это у него растут эти сливы китайские и где-то до высоты метра полутора пол участка сплошь вот так вот вот на таком расстоянии друг от друга сплошь сотни копай говорит что вы думаете я давай копать я выкопать не могу выкопал нет корней выкопал нет корней это одна из моих главных неудач я уехал оттуда вот вообще корней нет вот так вот сложилось к чему я а плодоносить они могут хоть их 5 10 100 занимает площадь цветут и опаляют друг друга а нам этого ни в коем случае делать нельзя а почему мы это проходили идем дальше вот это альтернатива дело в том что ну судя по малиновое дерево скорее всего это Украина вот немецкая якость ведь теперь доступна на Украине дело в том что знаете как получается немецкая якость вот берет человек да набор саженцев вот я уверен что хоть и саженцы украинцы как говорят мы давно перестали вращивать к нам везут и везут а мы только это покупаем всякую дрянь это как говорят украинцы вот и тут мне бросились глаза и я вот это все из-за их вот это все что я вот выше вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот я все из-за этого я в начале судьба такая характер такой я в начале яндексе увидел вот это вот это сделал две фотографии прямо с экрана видите с экрана что я вижу во первых вот это вранье можете представить что малина вы знаете что какие они косты да бывают даже двухметровые так как правило это всегда куда то в сторону пойдет потому что под под собственным весом под весом листьев ну как это же кост он есть кост делает красивый рисунок смотрите я сейчас поймете почему делается красивый рисунок так вот почему потому что нельзя ну кто-то очень старался сделать потому что такого дерева в природе не существует потому что это огромное дерево а куст это я как маленькая оленя разбираюсь вот куст он дальше своей головы не прыгнет это исключено как бы уж там его не делали он дальше расти не будет вот и вот это вот уже вранье теперь смотрите я почему говорю потому что во первых я родом с Украины потому что Украина это моя любовь это моя родина вот и что получается данный сорт завезен из немецкого питомника который находится в Берлине нет бы написать саженца завезенной понимаете доступная цена качество стопроцентная приживаемость знаете чтобы марина сто процентов прижилась сказать что надо сделать вот это вот дурь они это вот они якобы мариновые деревья его чтобы он ну ему уже штаб сделали дурь из дуреи но это реклама им главное всучить вам саженец или украинцы видите здесь как вот старейший питомник вот получается все это вранье доступно в Украине дерево с немоверимой радучестью значит сделали дерево но они взяли его нижнюю часть обрезали или оскубили как а может просто вот так рукой провели штамп готов штамп у него дерево раз штамп значит туда дерево вот здесь если приглядеться вот удачи два удачи три все остальное херня согласны а с виду все нормально вот действительно сделали дерево но когда его пересадишь вся верхняя часть это я уже говорю там корни то вот стульчика все она вся пропадет она на следующий год плодносить не будет вообще не будет она будет сухая во первых вы разве не знаете что это двухлетняя что нормальная малина плодносит 2 года это учебные извините за нудные лекции но это учебные вебинары это учеба он один год растет но выполнен носит здесь нигде не сказано что это аремонтантная малина нигде ни слова да вот не скрываешь из Германии тут надо бы создать праву не данную сорт из Германии а дерево из Германии вот и получается а продавать будут на Украине да айчек купит а она в этом году полононосит да это же питомник если это не питомник а допустим назовем его промышленным садом промышленным да вот малина ходит собирает все прекрасно вот ой боже мой дело в том что я специально смотрите что такое Сибирь видели я специально не укрывал когда я вырастил малину впервые это старый один из первых снимков когда я вырастил вот она еще была зеленая вот и вдруг выпал снег и укрыл ее и она потом он уже не таял это же Сибирь видите мокро все вот мои следы вот мокрые вот он уже не растаял вот это и есть нормальное состояние для а всей России не только Сибирь Урал и Дальний Восток который приравнив к Сибири Урал и Дальний Восток я приравнив к Сибири это еще и Север-Россия и Юг России и вспомните я всегда говорю Сталинград сорокоградостные морозы вот иначе может быть немцы бы и не победили вот и на Украине и в Западной Беларуси когда я жил там тоже то есть в Западной Украине я жил там тоже были морозы я до сих пор помню потому что у нас чернила замерзали и мы не могли писать в школе в сельской деревянной школе чернила замерзали представляете как с вечера натопят утром замерзшие чернила вот а Германия а если кто не в Кроссе украинцы может этого не знают а мы тем более большинство из нас даже не география это так пустое место в школе было вот это значит что там намного мягче климат намного намного чем даже на Украине может за исключением Крыма но и знаете четыре области я запомнил я сам моего отца два перчика росло отца и деда это Херсонская область Херсонская область Николаевская область Одесская область и Крым перчики могут только так и вот эти вот самые моряные деревья только так все остальное вранье вот это все вранье вот это наверняка промышленный когда он продадут саженец вот а еще раз говорю он должен он же вроде бы живой на второй год заплодоносит он не заплодоносит а умрет а потом только от корней пойдет следующий саженец корни наверняка выживут и надо опять ждать два года но это уже сказка вроде бы со счастливым концом но дело в том что ихняя малина у нас не будучи укрыто просто замерзнет забудьте про малиновое дерево заодно забудьте эта тема может еще когда-нибудь выплывет обязательно забудьте про смородиновое дерево и у нас доктор наук смородиновое дерево дел это как надо над природой издеваться да вот наше это россия символ россии вот а реклама малиновое вот этих деревьев из кустарников уже достигла и нас просто мне под лугу под горячую попался украинский сайт так вот он украинский сайт остался вот а у нас продают то же самое малиновое дерево и смородиновое дерево вот все это дурь чушь предательство вход всему в россии так интересное фото яблони местного полдячка вот такие кривые вот мне подсуну загадку вот Павлу делать нечего я твою очередную схему нарисовал он мне взял обязательно что-нибудь подсунете вот подсунул вот пригадай почему вот такие они у меня такие бывали не часто но бывают вот догадаюсь попробовать чуть-чуть не росло себе я что такое не передумал тут тебе и предки которые наверное тоже может к земле прижимались где-то в генах остался этот самый как сказать желание желание пораспластаться понад землей тем более что с этих выбрав вот такие вот деревья кривые горбатые мы можем заложить новые сорта этих самых стерящихся те же яблони да ну и второй момент есть такое понятие опять же гепатогенная зона там еще не так бывает взлом завязывается возможно это все больше ничего добавить не могу явление не часто вот вот это вот я сейчас ух ты обидится кто-то на меня может это предложение от Павла а может кого-то другое в общем я как смотрю дерево старое все уже в грибах все в плесени да и вот когда мы сделали вот эту прививку чтобы она развивалась развиваться будет очень плохо ну в общем считать что это ничего с этого толком не получится если только не отрезать основной штамп еще может пойдет вверх вот такой момент а вот в качестве придатка на этом дереве вот как сказать вот видите два мощных штампа допустим она молодая еще допустим даже не не обращать внимание на эти болезни то что она больной несчастность понятно вот эта ветка много бы и так не дала и прививать ее чтобы она все была покрыта плодами это в данном случае бессмысленность то есть такой же вариант дерево больное я такие деревья когда смотрю ну так хочется взять топор вот чуть-чуть ну спасти как-то чтобы вот потом опять же спасти на какой-то момент сорт пока нет подвоем только так еще можно как-то сорт или уж если штаб вот этот основной не представляет интереса да ну тогда еще может опилить его и пусть еще хоть немножко поживет так осталось 15 минут так как все это было так писала вам мартис просьба высадить каталог очень много смотрел на ваших видео сколько не смотрю не попробовал посадить ничего не поймешь в том каталоге что за март нет многих сортов мне непонятно их вообще нет или это сезонное явление я бы хотел купить у вас косточки абрикосов и вишню так как я садовод пока никакой желание им есть стать или хотя бы приблизиться то есть просьба вот внимание вы не смогли бы мне посоветовать так как вы опытный человек в этом деле какие сорта лучше всего подойдут начинать с садоводом я не побоюсь трудностей просто боюсь испортить я живу на Алтае но не в городе это сравнение лучше бы в городе может есть какой-то сорт для таких как я сравнение это ветра смотрите я всегда когда прислал Алтай сразу вспоминаю нашего дорогого моего дорогого друга Дискабилова Туршун Пулота который там был и сказал что после 45 градусов зимы это было лет 8 назад его слова у него удостояли в городе там косой смерть прошла по всем садам вот и это раз второе Борный Алтай все-таки киевные склоны абрикосы можно растить на равнине что-то утра я еще удивлялся не мог понять ну такой у меня характер почему всегда пишут ну европейская Россия понятно запятая Сибирь и Алтай почему я десятки раз встречал именно так Сибирь и Алтай и вроде получается Алтай это не Сибирь и в то же время знают что Алтай это по сравнению со всей Сибири я беру Томск все бесконечными морозами и двухметровыми снегами попробую вырасти да ну чуть получше Омск но все равно плохо допустим Тюмень болото так ой ужас короче Волный Алтай это как бы он видимо все-таки лучше и единственное место я считаю кроме Хакасии где все-таки можно выращивать сады если исключить вот эту всю дурь и все извращение не колечит деревьев и можно растить теперь какой сорт для таких как она просит да вот был бы сотню сортов может быть пришлось бы выбирать видите вспоминайте вот Челябинский Сенция это Фаины роскошь наносит показывал час назад или полтора академика водоносит сверху подплодного водоносит черт вот как я теперь посоветую рисковать все равно придется но начинаем еще раз что мы имеем в натуре мы имеем в натуре сегодня опять гром не знаю был ли град потому что опять это молнии сверкали видите эти лампочки вспыхивали то есть я боялся компьютер уже было такое вот бешеный ветер и сейчас возможно последние плоды сейчас упадут и вы вам останется только девятнадцатый год а здесь выбор не богатый и так хогти два раза амур написал хотя Артем надо было написать Артем а сейчас имею право Артем ага вот так вот эти у меня еще есть есть скромные вот они так хотя средних попадались и 30-40 граммовики а это уже и сладкие а вы фильмы видели я прям живем снимал в саду это не сказки из этого самого помните Германии вот есть пороскошнее но может оказаться что сеянцы оказываются крупнее своих родителей и наоборот серафим крупноплодный относится да Артем крупноплодный 40-50 грамм а наоборот могут мелко оказаться рядом же с ними растут эти скромники вот а перекрестное пыление никто не отменял а это потомки а у них кроме мамы есть папа в общем получается так я их расфасовываю по 10 штук ну в принципе я могу и ну как сказать ну все равно смешно брать 2 или 3 или даже 5 вот они по десятку расфасовываю вот и берите 10 10 10 10 10 так вот и у вас получится раз два а тут еще разделяется номер 1 2 3 4 5 короче говоря здесь вообще невозможно угадать что вылезти вот из этих вот учитывая что рядом смешанный сад в общем что хотите то и заказывайте вот вишни волосы это само собой к земле прижимаются штамповые никакой сам черт не брат им вот жуковские пусть они культурные пусть я привез Херсона в Херсонской области но за все годы ни одной веточки не подмерзла и каждый год урожай феномен ну подумаешь привита на это навишу себе штамп вот это жуковская привита на это вот мои эти самые сливы ассорти китайские сливы у меня есть желтые синие красно-желтые красно-синие фиолетовые желтые вот смесь я их так ассорти чего вырастить то вырастить все равно есть отдельно вот эти они у нас лидеры как сказать по сладости вот еще среди ассортий желтые они супер сладкие и красно-желтые супер сладкие вот их я отдельно побольше всегда собираю какие самые сладкие а берите эти сотни поколений наверное тысячи наверное миллионы то есть я ни разу в жизни не встретил сливы китайку красно-желтые а также красно-синие тут привитые все сеянцы в абсолютной большинстве ну то есть уже в такое впечатление мне попадались вот такие вот но редко-редко вдруг еще одни не дичей а мельче все таки я вам скажу друзья мои что это самое феномен феномен китайских слив проевать не надо вот плодоносит на четвертый пятый год первый урожай но не повезет шестой но бы все пятый вот урожай сумасшедшие морозов не боятся как раз для алта то есть сливы себе можете обеспечить вишнями обеспечить черный орех вот на любителя груши уссурийские несъедобные но идеальный подвой идеальный это моя находка для всей страны для всей страны если бы люди понимали что такое когда несовместимость какая страшная бич а здесь сладчайшая груша у меня и у Латинкова где еще больше надеть единственное у меня не конкурент а как сказать соперник у кого сладче это Латинкова вот надо их плевать то надо надо чтобы иметь сладкие вот на эти вот абрикосы 20 30 40 50 грамм ну если где-то академик ну вы видели какие крупные вот еще только еще снимки сделаны в середине июня вы видели какие уже зеленые эти фаины академики и эти крупноплодные уже такие а чё ж они же послужили отцами вот этим это их отцы вот беспорядочным половину вот видите сколько я наговорил до нового года высылают только сухие я бы на вашем месте уже бы заказывал сейчас так потому что придет осень остаточный принцип или как было я до сих пор горжусь как горжусь с обидой самый крупный заказ в моей жизни сейчас я не помню там и скидки делали 70 тысяч рублей мне прислали ну через посредников из Словакии я сейчас не знаю их судьбу я еле до этого я этот пакет с этим посылку я еле донес до этого до сразу раз а потом мне опять у меня этого нет этого нет этого нет а 70 тысяч это как сейчас 150 тут получается так ну в общем понятно я бы сейчас заказывал а не ждал по оснащению принципа так все наверное а ну это дует прижигать газовой горелкой хохи крупные раны поверьте мне я очень прошу сок который течет из раны не надо останавливать он я понять не могу как можно было вам кто-то главно шил вот это вот только не хватало это газовый горел я даже я уже комментировать не могу материться начну вот а вот это ладно уже у него еще осталось 4 минутки смотрите идут неделю за неделей шикарнейшая вишня помните я там с детьми фотографировал вишню молодое дерево корневая тода вот а вот это вот другого дерева сгнившего опять же вишневого я нашел эту в огрызах прямо с грибами так прямо с грибами недели 3-4 назад на ваших глазах вы видите это снимок в тот раз только я ее он это грибы продолжают расти то есть помните он был вертикально она сама ураганная она поменяла ветка поменялась вместо и теперь она горизонтальна и вот на ней грибы растут а помните этот страх вот это мы сейчас всю траву уберем мы все перекопаем мы этим уничтожим все эти самые то что пыльцу грибов вот и там и опрыскаем и опрыскаем и опрыскаем сто раз все вот надумали для того что в начале недели его искалечат и получают вот эти грибы и начинают с ними бороться а я спокойненько нашел эту палку гниющую с грибами положил на плодое такое дерево ну надо вот тут фотографию разместить как вы поняли и она никогда не заразится потому что я не подходил к ней никогда эти грибы не перелезут и споры от них будут ведь это же вишня специально сделал это я заранее знаю что ничего не случится потому что на дереве нет ран потому что она давно привычена к Сибири потому что выдерживает до 15 разу мороза регулярно плодоносит и плевать что там миллион пыльц это с него вылезет это допустим то что мы считаем самым страшным когда размножаются грибы никогда вот пройдется 30-40 лет дерево на счет загнивать болеть стареть дряхлеть придет пора грибок сожрать его чтобы оно освободило место под следующее дерево за это я уважаю грибы и сколько бы мне не оставалось лет прожить тут в этом саду вот два-три я не знаю вот годовка сказала восемь еще и получается что через восемь лет можете успею вам показать что на дерево ничего не боится дерево никаких грибов они сами по себе грибы а грибы сами по себе дерево сами по себе и только когда на дерево появятся болезни особенно если скалечен тогда только грибы на нее начнут его свою работу по очистке по планете от таких больных деревьев ну что друзья ух ты 23 абрикоса отследили нет давайте обстоятельно будем говорить мое время стекло сейчас просто про весну вот еще толковое письмо Александра смотрите вот его выводы болезни вредители цепляются только к ослабленным инвалидным деревьям ну что может Александр меня заменит в качестве лектора потому что видите а вот она груша ой время там не кончилось вот она груша привитая здесь легко проникает это прям по штабу течет вода вот вот здесь можно но поздно это это дерево это дерево дерево ну ладно ну ладно а еще не получили не получили сравнивайте а представляете посадили бы на холод так оставили в покое вот эти ветки не отрезали бы или может они купили этот саженец помните все это вся страна на ушах стоит вся страна это покупает вот эти вот со штабами сотни производителей как будто с ума посходили или надо может я с ума сошел это зазеркали все друзья мои все это вот только с холодильника достал чтоб не говорили что я высылаю это мертворожденное все 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 сколько вопросов интересных так все переключаемся я на кухню я заработал чаек еще не пробовал как камень пять минут перерыв пять минут пять минут пять минут пять минут